Добро пожаловать на пятый день семидневного челленджа по работе с прессом. Я выбрался в парк за моей спиной. Невероятнейшие красоты горы. И я смотрю, что количество просмотров просто стремится к нулю. Это радует меня, потому что остаются те люди, которые устали от этого контентика развлекательного. Остаются те ребята, которые хотят работать, те ребята, которые могут ежедневно в соответствии со своим решением, в соответствии со своим намерением делать каждый день одно и то же понемножку стремление достичь своей цели. Мне там пишут, да сними ты лучше видос о том, как жить так же, как ты, или как достичь чего-то, как ты, финансов, или как путешествовать, или еще что-то. Но идея в том, что если даже расскажу о каких-то своих мнимых успехах, это не имеет отношения никому из живущих здесь. Успех он уникален, индивидуален. А вот если я расскажу о своих ошибках, то вот ошибки как раз они типичны. Именно на ошибках, наверное, и можно что-то почерпнуть. Но опять же, такие видео это только для тех, кто хочет жвачку жевать, смотреть мотивашки и не делать ничего. Причем лично мой челлендж, он вообще не на пресс. Он на то, чтобы я изо дня в день делал видео, чтобы я снимал, монтировал, выкладывал, создавал теги, превью, описание писал, а потом делал промо. И так каждый день, такая у меня аскиза. Пресс это одна из трех тренировок, которые я делаю каждый день. Поэтому моя задача еще найти энергию, время, способность, возможность так спланировать день, чтобы еще и вставить в этот день возможность делать видео, снимать, выпускать и все остальное. В свое время я частенько проводил несколько летних месяцев в Непале. Посещал випассану. Это одна из самых тяжелейших буддийских практик. Ты просыпаешься в 4.30. За весь день ты ешь пару тарелок риса с горохом. Разговаривать ни с кем нельзя. И в течение дня, 14 часов, ты сидишь с закрытыми глазками, медитируешь. И что только там с тобой не происходит. Отбой в 10. И это было тяжело. И это заставляло изо дня в день преодолевать себя, испытывать невероятные внутренние и внешние дискомфорты, страдания. Но после этой практики, ровно через две недели, я поехал же в этот медитационный центр работать как волонтер. И что же здесь началось? Волонтер должен встать в 4 часа утра, на 30 минут раньше, чем остальные випассанисты, чем остальные студенты. Он должен быть уже готов, умытый, одетый, стоять на своей точке, так сказать, показывать путь и подбадривать своим позитивным внешним видом. Он должен убирать туалеты. Он должен следить на кухне, раздавать еду, чистить все, что можно угодно. И помимо этого, еще тоже так же он должен в течение дня медитировать плюс-минус от 6 до 8 часов. После того, как все отбились вечером в 10 часов, волонтеры собираются на планерку, обсуждают, какие проблемы, какие завтра у них планы. Иногда расходились около 12 спать, зная, что тебе осталось всего 4 часа сна, и потом ты опять скакиваешь и начинаешь медитировать, работать, убираться, клининг, раздавать еду и еще множество обязанностей у волонтера, потому что он должен помогать учителю закрывать окна, бегать туда, узнавать, а почему какой-нибудь випассанист не вышел из своей комнаты в общий холл для прохождения медитации. Но главное, волонтер должен подбадривать, если к нему подходит человек и говорит, все, я не могу больше сидеть, я устал, мне мозг кричит, пищит, что у меня там на воле что-то случилось, все умерли, очень много важных дел. Первое, к кому подходит человек, проходящий эту практику, он подходит к волонтеру, который живет с ними в комнате. Я жил в комнате с 8 иностранцами, я был у них как смотрящий за ними. И вот из этих 8 ребят четверо покинули эту 11-дневную практику. Один даже ушел на 9-й день, он просто сказал, да, мне все понятно, я ушел. Нет, дружище, тебе непонятно, ты не смог следовать своему намерению, своему решению от начала до конца. Твой мозг обманул тебя, твое эго обхитрило тебя, и ты бросил начатое, скажем так, уже когда оставался всего лишь один шаг до какого-то первого результата от этой проделанной работы. Так вот, волонтер должен был уговаривать ребят, говорить, подожди, может быть сейчас тебе плохо, но через час, возможно, твое эмоциональное состояние или физическое изменится, а может через три часа, а может быть на следующее утро все будет по-другому, ты узнаешь это ощущение внутреннего блаженства, просветления, ты вкусишь той амрит, и ради которой изначально ты замотивирован был сюда прийти. И если практикующие випассаны приходили на 11 дней, то волонтеры приезжали на 14, еще за 2-3 дня раньше, они убирали все помещение, стирали, красили, все подготавливали для заезда, так сказать, монахов и студентов. И жизнь волонтера, она была на порядок тяжелее, сложнее, и нам приходилось наблюдать эти страдающие лица, которые в 4.30 не могли проснуться, которые с такими грустными лицами ходили и страдали. А нам некому было жаловаться. Мы пришли сюда, во-первых, добровольно, а во-вторых, мы уже были сильнее, чем они. Мы уже были на порядок выше, чем они по своей мощи, по энергетике, потому что волонтер, он служит, он служит идее, он служит силе, которая на порядок выше него, как эти горы за спиной. И поэтому он уже знает, как разрешить конфликтные вопросы, как справиться с тяжелыми эмоциональными состояниями, как обуздать свое эго. Он уже научен, и у него есть дисциплина, и у него есть сила воли преодолевать эти вещи, в отличие от тех студентов, которые пришли впервые. Волонтеры – это всегда люди, которые уже проходили эту практику до этого. Ты не можешь пойти волонтером, если ты не отсидел випассану в прошлом. И поэтому волонтер – это уже более, скажем так, человек со сверхспособностями, потому что он служит примером для тех людей, которые утром шарко идут в випассана-зал, зная о том, что они все равно во время медитации начнут подхрапывать. Чего волонтеру делать категорически нельзя, он наоборот сидит и смотрит. Те, кто храпит, аккуратно подходят, его трогают за плечо и показывают ему, что не спи, не храпи, друг, проснись. Просветление не за горами. Или еще одна история, как я попал в армию. Я тренировался на гражданке по пять часов ежедневно, единоборствами каждый день. И я должен был поехать в десантуру, но попал в погран. И когда я прибыл в погран, для меня эти нагрузки, для меня эти побои или обстановка, она казалась такая, ну, вы знаете, это немножко попроще, чем на наших ежедневных тренировках. Это не был даже стресс для меня определенный, потому что и там, на гражданке, я тоже тренировались, мы на одном дошираке, потому что дома я не жил, сложные взаимоотношения в семье. А тут в армии еще и кормят три раза, и еще и бьют не сильно, потому что не профессионалы кругом. Да это не служба, это именины сердца. И поэтому моя задача сейчас, мы даже не качаем пресс, мы создаем новый образ в голове самих себя. Я мотивирую, делюсь своей энергией, я показываю. Смотрите, это классно, когда ты делаешь по пять минуточек с утра в день, это дает тебе энергию, это дает тебе тестостерон, это поднимает тебя на новый уровень, с которого уже ты будешь достигать следующих охрененных уровней. И твое ощущение самого себя на порядок круче становится. Я это уже вижу по себе. Только пятый день идет челленджа. Со мной уже случилось столько невероятных событий, потому что энергия прет, потому что поднимает, потому что бросает на работу. И я здесь утром, работая с прессом, возвращаюсь потом домой, делаю часовую йогу, а вечером во время там часовой или двухчасовой прогулки еще фигачу воркаут на турничках. И я знаю, что завтра я такой опять думаю, буду думать, так, на какой же локации сделать пресс? Что же классное придумать? У меня завтра встреча с моим телом, которая дает мне удовольствие, реально. Я научился получать удовольствие от моего тела, и поэтому я не могу пропустить тренировку. Я человек, который уже 15 лет ежедневно, без пропусков делает йогу. Не потому что мне надо, или я там в просветление верю, а потому что это нереальный внутренний кайф, который, ну я не могу упустить его просто. Это одна из самых вкусных вещей, которая происходит со мной в течение дня. Так, да я так замотивировал сам себя, что сегодня будет жестко. Для начала мы делаем 30 секунд бёрби. Бёрби. Хоба, с прыжочком. 30 секунд мы делаем так. После этого 30 секунд отдыха, и делаем наклоны в сторону в течение минуты. А потом без отдыха опять бёрби. С прыжочком. Соединяем низ тела и вверх тело. Это упражнение заставит нас включить наше тело. Оно сообщит телу наши цели, наши цели. Встроенная фигура. Потеря лишнего веса, этого рыхлого жира. Зачем он нам нужен? Потому что уже за эти 4 дня тренировки я потерял 1,5 килограмма. Это классный результат. Ну а потом, конечно, классическую 1-минутную планочку в конце. И не важно, в чем мы одеты, на каком платформе мы это делаем, на траве, на скамейках, в спортзалах. Это вообще неинтересно, когда ты занимаешься построением своего тела, своей фигуры. Ну все, ребята, начинаем атомный взрыв нашей энергии. Начинаем с бёрби. Поехали. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-9. Закончим 30 секунд отдыха. Мы успели сделать 9 раз за 30 секунд. Восстанавливаем дыхание. Через 10 секунд мы начнем делать наклончики. 5 секунд. Готовимся. Поехали. Чуть-чуть согнули коленочки. Немножко наклон вперед. Мы прорабатываем наши боковушечки. Чувствуем боковые части пресса. Одну минуту в произвольном ритме с удовольствием получая удовольствие от того, как мы разогреваем наше тело. Как мы его любим. Как мы удовольствие доставляем себе тем, что мы танцуем и развиваем наши способности. Разгоняем энергетику. Физическую. Духовную. Ментальную. 3 секунды до конца. И сразу же перби. Поехали. 4. 6. Молодцы. Сделали опять 9 борби. Отдыхаем 30 секунд. Красота вокруг. Свежий горный воздух. Идет ветром с гор. Раскройте грудную клетку. Вдохните. Расслабьте живот, расслабьте тело. Через 5 секунд начнем. Погнали напряжение. Уходите вниманием. Уходите своей концентрацией. В те мышцы, которые сейчас работают. В те мышцы, которые вы хотите прокачать. Визуализируйте. Чувствуйте, что они сейчас получают нагрузку. И в ответ отзываются ростом. В ответ отзываются тем, что они становятся более эффективными. 20 секунд до конца. Следите за дыханием, чтобы не задерживать его очень сильно. Делайте выдохи в самой тяжелой фазе упражнения, где максимальное напряжение. И планочка. Минута. Сегодня бодренькая тренировка. Потому что наше тело уже начинает привыкать к нагрузкам. Возможно, ему уже маловато. Поэтому повышается интенсивность. Один из способов разнообразить тренировку. Один из способов посильнее нагрузить мышцы. Это смена интенсивности. Ее увеличение или уменьшение. Осталось 20 секунд. 15 секунд до победы. До ощущения всемогущества. До ощущения, что мы разбомбили пресс. Жир потек, исчез. Сожжен. Да. Так мы будем начинать каждое утро в нашей жизни. Принимаю за монтаж. Вот так он примерно обычно и происходит. Ом. Субтитры создавал DimaTorzok